Традиционно во всех новостных источниках В преддверии Нового года, за неделю и даже ранее Появляются всевозможные новостные поводы, связанные с этим праздником И у нас тоже сегодня будет новогодняя тема Тема эта будет касаться елок И если вы думаете, что история с пиксельными елками Так странно купленными командой Хабирова в 2019 году закончилась То это не так, история не закончилась Буквально на прошлой неделе прошла информация о том, что Неожиданно погасла елка, вот эта пиксельная знаменитая елка Которую установили около дворца машиностроителей Мэрия что-то там вяло бубнила на тему того, что шел дождь и елка намокла Ну в общем, перестала она работать частично или полностью Также есть информация, правда неподтвержденная о том, что За теплый период времени елка, которая хранилась в Нефтекамске Одна из этих пиксельных елок Была поедена мышами и теперь находится в нерабочем состоянии Но я пока не могу подтвердить эту информацию Прошу наших зрителей, подписчиков сообщить нам Поставили ли в Нефтекамске в этом году пиксельную елку И можем ли мы насладиться ее красотой Так вот, возвращаясь к истокам этой истории Напомню, что в 2019 году управление делами Главы администрации Ради Хабирова Почему-то закупает в Красногорске У своей дружественной компании, судя по всему, под названием Clear Light Rus Некоторое количество этих пиксельных елок Тратит на это 115,5 миллионов рублей Что вызвало большой обширный ресонанс в республике Пикантная подробность Видимо, чтобы купить именно у этой компании елки Господин Ребров, управляющий делами Хабирова Включает в условия конкурса обстоятельства Что конкурс, закупка производится в условиях чрезвычайной ситуации Ну, понятное дело, когда чрезвычайные ситуации вокруг бушуют То срочно нужно купить у своих друзей несколько пиксельных китайских елок Которые проделали сложный путь из Китая в Белоруссию Из Белоруссии в Красногорск А потом, значит, прибыли в Уфу Что-то тут неладное, по-моему, все-таки, наверное, с таможней Зачем было в Белоруссии закупать китайские елки, совершенно непонятно Но это уже не к нам вопрос Так вот, в 2019 году Роман Ребров, управ делами Хабирова Закупает эти елки Федеральная антимонопольная служба, заинтересовавшись этим контрактом Доказывает и определяет, что закупка была совершена с нарушениями И требует вернуть 115 миллионов рублей в бюджет Республики Башкортостан Управление делами Хабирова обращается в арбитражный суд Пытается оспорить это решение Арбитражный суд отказывает Реброву удовлетворение его требований И решение о возврате денег остается в силе Так вот, буквально на днях стало известно, что компания Clearlight Rus Это красногорская компания, которую возглавляет, судя по всему, друг Господина Реброва, некий Сергей Макеев Эта компания денег в бюджет Республики не вернула Управление Федеральной антимонопольной службы Республики Башкортостан Сейчас готовит материалы для передачи правоохранительных органов И для последующего возбуждения уголовного дела Потому что есть для этого основания Цитирую эти основания Есть предположение, что эти участники схемы Как их там было написано Заведомо знали о том, что цена была завышена А в процессе разбирательства было выяснено, что Цена на эти елки была завышена ни много ни мало На 92 миллиона рублей То есть из 115 и 92 странным образом Уфас посчитала завышением цены Так вот, у меня лично тоже есть одно предположение Почему господин Макеев, руководитель ООО Clearlight Rus Не вернул эти деньги в бюджет Да потому что вот эти пресловутые участники схемы Господин Ребров и Макеев Суть по всему уже потратили эти деньги Но это я только предполагаю Потому что времени прошло много Соблазнов тоже много Вокруг красивые автомобили Девушки, дорогие ботинки Ну суть по всему 92 миллиона уже испарились Но к чему собственно я все это веду Да, елочки оказались так себе по качеству Не выдержали даже трех лет эксплуатации Хотя там клялись и божились Что они там будут чуть ли не десятки лет служить и радовать людей Оставим за скобками и эстетическую составляющую этих елок На мой взгляд это никакие не елки А просто конусы обтянутые светодиодными лентами Их почему-то выдают за некое чудо техники и электроники Ну в общем не работают они толком Ну ладно Но о другом Я говорю о сквозной ответственности Я говорю о последовательности Я говорю в конце концов О дожимании О котором бесконечно говорит Радий Хабиров Я очень надеюсь, что УФАС, следственные органы И в конечном итоге суд Дожмут эту тему И определят виновных Размотают, раскроют эту всю схему Вот эти 92 миллиона Пикантная такая подробность Когда все это выяснилось Когда УФАС определила, что закупка была осуществлена С грубым нарушением и отменила ее Так вот тогда была попытка даже наказать этого Романа Реброва Ну там не знаю Сработал уволить хотя бы Даже самое страшное для чиновника Это чтобы его сработал уволили От кормушки оторвали Так вот Минфин наш Башкирский Не позволил наказать Романа Реброва Ступился за него Ну видимо исходя из этого принципа Своих не сдаем Вот посмотрим, как сейчас будут разворачиваться эти события Я думаю, что на эту историю нужно обратить внимание Потому что слишком уж как-то было явно здесь все устроено И при этом никакой ответственности То есть люди провернули такую схему Нарушили правила, законы Нарушили закупочные все вот эти мероприятия Прикрываясь ЧС, купили елки Ни шприцы, ни перчатки, ни маски они купили В условиях чрезвычайной ситуации Они купили елки Друг у друга Напомню, Роман Ребров Это тоже красногорец Которого с собой притащил Ради Фаридович сюда, к нам Башкирию И красногорец Ребров купил у красногорца Макеева Вот эти замечательные елки С завышением цены в 92 миллиона рублей Так что история продолжается Я еще не поздравляю всех с наступающим Новым годом Но надеюсь, что в новом году И Роман Ребров, и Сергей Макеев И прочие причастные к этой схеме Ответят по закону за вот эту вот закупку Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова